у всех свои заботы сейчас мы на папу посмотрим чем же он занимается идет что гроза народа ты чем занимаешься снимаешь а мне надо тебе обязательно предупредить факс послать заранее я не причесался даже не оделся приличный у тебя очень крутая куртка очень круто я запрещайте в ней ходить тебя украдут пойдем покажи что ты делаешь я все сделаю тут и покажи что ты сделал подготовила такие заготовки это куски труб вот от заборных столбов у меня оставались вот они такого же диаметра значит я их нарезал прикинул ориентировочно какая длина этих труб нужна каждый столб имеет разную длину соответственно вот эти вот куски они тоже разной длины как я их находил их размер вот у меня есть прямая вот такая штуковина это красная доска давно редкость никому не рекомендую развалилась через год у моей мамы но у меня одна вот осталась и я ей грубо говоря вот так вот клаун имитировал стропилу да вот так вот клал ее сюда сверху на нее я ставил вот такой вот дальномер который у меня по совместительству еще и угломер вот так вот я его устанавливал да и вот поднимая вот так вот эту доску я находил 8 градусов и приблизительно от конца этой доски мерил до вот отсюда до торца этого столба и ориентировочно понимал какой кусок мне нужно сюда приварить чтобы нарастить этот столб для того чтобы меня наклон моей крыше был восемь градусов нас как я делаю до угол скота 8 градусов везде ну где плоской крыши вот все значит приблизительно вымерял нарезал вот такие куски установил их сюда на столбы каким образом вот грубо мы имеем кусок трубы у меня вот есть такие магнит но мне просто я один работаю держать некому поэтому я использую все что у меня здесь подручных материалов есть вот из таких приспособств вот значит вот сюда вот мы так трубу я и сейчас вот ее выставлю как у меня максимально вертикально будет до фиксирую магнитом даже мы одним далее я вот значит вот этим уровнем подай пожалуйста вот уровнем таким вот просто используя его как правило прикладываю вот сюда сюда прикладываем придется виноград а он не под газом побеспокоить сейчас сюда вот его значит прикладываем выставляем вот эту плоскость да и вот эту плоскость вот прихватываем сначала вот я прихватываю грубо говоря вот здесь проверяю вот с края проверяю вот эту плоскость одной прихваткой подбиваю если мне надо потом также приблизительно вставляю вот эту прихватываю уже вот где-то здесь и все я обвариваю вот и получаем и вот такую довольно таки ровную может не идеально но ровно я так и стрельнул глазом она все эти вот мои наварки они в одной плоскости самое главное все далее мы будем вот сюда приваривать уголок или кронштейн под балку 50 на 150 6-ти метровку так вот пустим с этой стороны и с той стороны и пусть ему так стропила вот шагом наверное полтора короче говоря рискну я посмотрю выдержит снеговые нагрузки здесь наветренная сторона у меня должно сдувать все с крыши как бы поэтому думаю я попробую я всегда делаю часто любитель перебздеть но так как у меня мало материала реально мало его практически нет я сделаю редко стропила будет деревянную а деревянные быстро пилы деревянные конечно какие же можете металлические фермы кто тебя где у меня такой роскоши да вот все мы в процессе короче начали первый день сегодня у меня три клик опять на полдня но в общем короче говоря мы начали ура но пасаран индики за тобой подглядывали ты знаешь им очень неудобно смотреть через угол ты знаешь они почти не видят ничего им это не нравится с помощью такого лазерного плоскости постароитель мы отбиваем вверх вот этих вот наращенных столбов вот тут вот кусок он отрезан уже в соответствии с углом наклона ската 8 градусов поэтому по верху я выставляю лазерный уровень я уже разметил вот этот столб и вот там вот второй столб их мы завтра нам по месту прям разметим я размещаю с помощью жесткой картонки такой длинный с ровным краем кто-то с помощью формата 4 листа ну про это миллиард видеоролик в интернете вот этот способ мне показал еще лет наверно 10 назад твой папа мой да когда еще в интернете даже такого я и не видел но мы папа интернет вообще вещей не совместил это видно уже это дедовский способ старый сейчас и видео полно в общем все это разметим отрежем болгарка аккуратно по месту так вот наиболее точно по месту я запасом приварил отрежу вот так вот плоскостью видел какая мне нужна эту я проверил она тоже в плоскости и все и получим и 8 градусов sky сверска от крыши но плюс-минус там какие-то минут вот но такая точно здесь не нужно в общем все следующим шагом мне уже будет купить кронштейны какие-то уголки или может быть я найду посмотрю может быть сам сделаю из какого-то уголка и будем дальше делать крышу вот меня дилемма строгать мне доску обрезную 50 на 150 или так побыстрее сделать в общем попробую не знаю я попробую станок настроить если меня получится быстро это сделать то может быть и строгану еще слишком светло а тут тоже отрезал стоп ровно в уровень я сейчас вижу на нем ему и ориентируешь чуть-чуть еще меткость миллиметр где-то захватывает метка на средний стол ставлю чтобы было если погрешность есть какая прибора чтобы она у меня не суммировалась понимаешь да размывалась на обе стороны у меня на две стороны до разделяется я поняла саш может и не поддержишь пока я не у нас не получился новый ручку нормальный ролик вы представляете целый день пою песню из видео про крота просто приставочий такая ужас что александр сердеевич вы делаете вот она моя прелесть муча стройматериал мечта так бы тут и жил идиота это уже остатки былой роскоши вот короче из этого вот мы будем сейчас строить что-нибудь стройматериал здесь доска 50 на 150 50 на 100 дюймовка сотая попытаемся настроить фуганок вот на этом станке вот это шайтан машина которую я боюсь не подходить но и сейчас не подходи это не важно в общем опасный агрегат так короче говоря вот здесь внизу с ними не видно наверное в общем он многофункциональный агрегат здесь циркулярка и фуганок мы вот эту станину снимем диск снимем и попробуем отрегулировать вот эти ножи на рубанке на фуганке вот и чтобы ну пускай не прострогать но хотя бы по обдерем немножко обрезную доску 100 на 150 на 50 50 на 150 дабы я еще не решил будет ли она зашиваться эта стропильная система там утеплителями подшивками разными или нет потому что если нет значит у меня будет все это открыто наружи и не очень красиво если будет не строгана и потом если она будет отстрогана меньше расход антисептиков красок там и так далее в общем ну будем стараться делать хорошо плохо сама получится поэтому попытаемся и и прострогать если удастся отрегулировать этот фуганок потому что я с ним бьюсь бьюсь и меня скажем так не очень получается все по правилам вроде пытаюсь как положено строить а он не берет здесь все кустарное может быть из-за того что стол такой не совсем ровный ладно в чем будем пробовать расскажи прошу это нашим еще немножко хочу рассказывать приобрел по случаю со 7000 рублей там знакомые хороших знакомых предложили я у тебя в александре купил сделано на александровском механическом заводе люди сами делали под себя а исторически это самоделка да самоделка до чешский мотор стоит вольта так мощность какая здесь уже не очереди или блин на солнце я сейчас смотрел на солнце не вижу же чуть здесь короче четыре с половиной киловатта это сильная машина он был переделан на 220 тот конденсатора на конденсаторы высохли короче от 220 не работал городить конденсаторы когда есть 380 они стал я короче переподключил его на что там на звезду наверно да и сейчас 380 у меня от 380 работает переделал единственное что-то автоматику потому что было все на 220 пускатель поставил немного обмести надо этот пуск пускать пускать был не пускать кнопки были вот допускатель поставим короче передел по 380 сейчас все 380 исключительно работает 220 не работает вот купил из последней своей покупки взял вот такой диск диск этот смт-шный я вообще все смт-шное стараюсь брать на вот эти вот вещи на распиловочные очень хорошее качество и цена как бы нормально адекватно смт-шно это что-то смт-шно это не наживая до италии по-моему но я что-то забыл мы дым европе он юнион ну по-моему италии это пократи так чтобы от сверху было может это сверху не видно вот вот отсюда может с ней дорогой диск 4 800 он стоил мне но я его взял чтобы мне нужно было распускать брус в основном я его использую для распуска ну максимум сотки обычно полтинник какой-нибудь там доска 150 на 50 50 на задать кто принимает ты подаешь а кто принимает не знаю четко какая-то нет я уже приспособился с 1 работать нами там батута подаю а потом обхожу его сосуду вытягиваю аккуратненько но скажи что техника безопасности должна быть пришла это машине очень серьезно обязательно отрезать чего-либо себе очень просто особенно опасно на фуганке я уже вот на этом фуганке толкатели у меня были самодельные и я строгал доску короткую причем довольно таки максимум метр наверное и получилось так что у меня на сучок она попалась толкателями держал его вырвала доску и толкатели попали на фуган и хорошо что толкатели вот самое опасное говорю в нем когда руками ведешь доску такое происходит и у тебя пальцы попадают куда не надо на ножи короче говоря да их прям отлетают со свистом поэтому я не рискую как многие там отчаянные люди голыми руками вот подавать доску поэтому я через толкатели там толкатели короче простые универсальные держатели для наждачной бумаги так скажем вот имя я проталкиваю скажи в перчатках на ней не обрабатываю после этого случая вот поэтому у меня для этого есть рейсмус он конечно другие функции выполняет за отличие от фуганка но я на нем короткие обрабатываю на этом станке у меня есть прижимное устройство к нему покажу когда соберу если у меня получится настроить фуганок вот я просто-напросто подаю сначала а потом вытягиваю я не держу руки вообще возле этого станка не станка ножами ножами короче я боюсь я вообще ужас как его боюсь вот это станка я даже звука его боюсь я даже видно его поэтому я пошла но все процесс пошел вот так в общем получается не идеально конечно но это и не мебель в ней не нужно тут прям такая гладь ободрали и ладно вот ну в общем наверное видели да как это не просто шестиметровку строгай потому что когда я уже перехожу сюда у меня конец перевешивает вот этот вот и получается отрывает мой прижим и она начинает скакать эта доска поэтому я что наверное буду делать я хотел сэкономить время все за раз а строга 6 метров и 6 метров к использовать как 350 или 360 у меня будет стропила остальной кусок 240 я опустил бы на другое строение которое мы сейчас тоже будем делать это место для ощипы птицы вот такой навесик закрытых сторон вот но наверное придется мне доски распустить 1 распилить где-то 360 я буду делать и уже вот этот короткий кусок 360 буду строгать потому что это неудобно долго и тяжеловато короче говоря отрегулировал я фуганок ножи так чтобы снимал снималась довольно таки большая толщина за один проход потому как нету времени мне елозить несколько заходов там по пять раз их туда-сюда гонять эти доски поэтому отрегулировал большой съем древесины и поэтому здесь вот посмотри ближе скажем так есть вырыва небольшие древесины но мне скоро сейчас важнее чем гладкость поверхности ну она достаточно для того чтобы здесь покрыть это все каким-то септиком и было симпатично все это выглядело так что находим золотую середину между скоростью и качеством и вперед продолжаем все еще такой момент значит я сначала думал что на 6 метров будет у меня пять стропилки с шагом полтора метра правильно считаю раз два три и между ними до полтора метра но пару бессонных ночей раздумий я решил что все-таки две доски 50 на 150 мне погода не сделает поэтому я все-таки сделал 7 стропил с шагом 75 сантиметров шаг между стропилами здесь не принципиален потому как все-таки я думаю что вот этот вольер это будет летний вариант там нету рядом ни электричества ни воды поэтому не буду я городить там теплый его хотел сначала думал может быть потом когда нибудь я его утеплю и будет теплый но не будет скорее всего там может быть утка будет гуси что не такого плана вот и в общем сделаем и на 6 метров 7 стропил с шагом 75 чтобы потом мне спать спокойнее а уже теплый вольер или сарай для индюков для зимнего их содержания мы сделаем рядом с тем курятником осталось только миллион 1 заработать и сразу же сделаем сарай купим весной следующий пиломатериал хороший зимнего сухого леса если он конечно россии останется вот и будем следующем году там делать еще одно сооружение а что-то как-то не очень в это верится тебе мне кажется нет да я что ты что и господи я же очень умная женщина конечно мне не тяжело в это верить у меня не в сомнении хорошо я же и Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, примазалась, примазалась Она мне не помогает на самом деле Субтитры сделал DimaTorzok Вот так, короче, эту поверхность я обрабатываю на циркулярке, не на фуганке Мне так проще и безопаснее Весь в муке, доска в руке Мельник пописать пошел за мельницу Вот на доске я имею две вот таких поверхности Они у меня идут как базовые теперь И мы обрабатываем под 90 градусов И для того, чтобы было все гладенько здесь и ровно С помощью циркулярки вот эту поверхность Конечно, это правильнее на фуганке делать, но мне так удобнее, быстрее и проще Вот, а вот эта доска у нас идет на обрешетку Для того, чтобы сильно не уменьшать размер Я ее обработал с одной стороны Здесь она остается вот такая вот, не строганная А этой мы будем укладывать вниз Мы ее покрасим заранее Здесь я сейчас тоже сниму немного материала Для того, чтобы она была гладкая И вот эти три стороны мы покрасим Вот так ее уложим на стропила А здесь уже сверху пойдет или железо, или какой-то кривной материал Нам эта сторона не важна Не играет никакой роли Но я ее не строгаю, чтобы не уменьшать лишний раз этот материал Не уменьшать толщину, да? Толщину не уменьшать, да, чтобы она все-таки оставалась более прочной Вот, сразу же я вот здесь вот, пока у меня станок на мази Обрабатываю стоечную доску Это вообще из гнилушек тут у меня был раньше материал от пола, от клуба Я вот их распустил Как бы пойдут они у меня, вот эти вот доски на стойке На строение, где мы будем перо снимать Ничего страшного, как говорится, сойдет для этого Ты готовишь материал уже сразу? Я сразу, да, на все вот эти вот два строения готовлю материал Раз уж разводить вот такую вот грязищу, то лучше один раз Один раз развести, один раз убраться Скажите, пожалуйста, сразу комментарий вам Да Нафига вы так заморачиваетесь-то? Что за чушь вообще? Время куда девать? Вот на этой доске, допустим, посмотрю на нее внимательнее Я сейчас тебе покажу Какой вот этой? Вот ты нормально пальцем мне показал? Сейчас я тебе покажу, ты вроде Дожди, кусок доски не взять нигде Не доставай большую, но ты можешь, может быть, словами мне объяснить Ну вот давай, на брусе покажу Вот смотри Скажи мне, что симпатичнее выглядит На что приятнее смотреть На вот эту вот гладенькую, без заусенцев досочку Или вот на эту вот ободранное, не пойми на что, похожее дерево Сюда вот, чтобы вы понимали, уйдет, грубо говоря, литр пропитки или какого-то антисептика Но антисептика мы не будем, мы каким-то пропиткой по дереву, типа там пенотекса, белинки там или этого дюфа, короче, обработаем Вот сюда литр, сюда пол-литра Проверено на практике Вот это вот впитывает как губка Это первый минус Второй минус Внешний вид Ну смотрите Ну гораздо же приятнее, когда вот ты работаешь в том же индюшатнике А мы там планируем продолжительное время работать Смотреть, когда у тебя вот такая аккуратненькая, строганная досочка Согласны со мной? Нет Времени дофига у вас из жира вы беситесь Ну знаете как, я слишком ленив для того, чтобы потом переделывать Или там ходить и плеваться каждый раз, смотря на эти обудренные балки Я лучше потрачу лишних два дня Но сделаю как положено Делайте еще раз Хорошо, плохо, само получится С жиру бесишься, москаль поганый И нос у тебя в белом порошке Я же москаль Вот именно Модный Вот посмотри На просвет встань И каждая сторона у нас строго 90 градусов Что сильно облегчит нам монтаж Так что здесь затрачиваем лишнее время Которое потом экономим во время монтажа Все И вот такая Такой способ обработки вот этой поверхности Мне позволяет работать одному То есть я не прибегаю к помощи жены А полностью материалов обрабатываю один Кроме вот этих вот двух шестиметровых досок Которые она поддержала немного Ну вот все Мы закончили обрабатывать наши деревяшки Ну где-то наверное два дня По пять-шесть часов Ушло у нас на это дело Вот Теперь у нас материальчики есть на два наших строения Будем только строить Как говорится Еще отторцуем Покрасим На месте наверное сначала И будем строить Так осталась Самая приятная часть процесса В кавычках Это уборка рабочего места На этом все Всем пока Ставьте лайки кому понравилось Дизлайки кому не понравилось Не пропускайте рекламу Вы нас сильно поддерживаете Всем всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok